Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 14 глава. «Блажен человек, который не погрешал устами своими, и не уязвлен был печалью греха». Блаженство – дар Святого Духа. Это некоторая совершенная чистота, и эта чистота свойственна тем, кто обуздал язык свой, кто уста свои подчинил просвещенному верой уму. Это состояние равно святости. Многие хотят высказаться красноречиво, многие хотят приобрести себе многочисленных и благодарных слушателей, забывая о том, что от избытка сердца глаголит «уста», а мир на сердце и устроение чистое есть следствие даров Божьей благодати. «Блажен, кого не зазирает душа его, и никто не потерял надежды своей». Вот оказывается самый настоящий и надежный путь к тому блаженству, которое ищет всякий человек, ради чего и призывается он из небытия в бытие. Хочешь поистину наслаждаться в жизни своей, добейся с душой своей такого состояния, чтобы она тебя ни в чем не зазирала, самого себя, самую себя. Пусть хранит она себя в чистоте пред Богом. Это далеко не всегда возможно по чистоте жизни, но всегда возможно по полноте покаяния, которым душа недостаток чистоты возмещает. Тогда и не потеряется надежда твоя. Человек с надеждой всегда весел. «Нет, — говорит Иоанн Златоуст, — такого труднейшего пути или кажущегося неподъемным труда, который не сделался бы легчайшим ради надежды на грядущее воздаяние. Недобро богатство человеку скупому, и на что имение человеку недоброжелательному? Ведь, кажется, в том и состоит радость большого стяжания, что многим может оно быть в благодеянии. А если человек скуп, то зачем ему большое богатство? Оно и его самого не пользует, ибо он скуп и экономит на всем, и другим не дает. Потому, очевидно, только в осуждении себе имеет он те сокровища, на приобретение которых положил столько сил души своей. «Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и благами его будут присыщаться другие. Кто зол для себя, для кого будет добр?» Таким образом, человек ожесточенный самому себе первому приносит разорение. И если он к себе беспощаден, то кого он еще пожалеет? И его последствия самые печальные. Он не будет иметь радости от имения своего. Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе. И это воздаяние за злобу его. Как печально встретиться с человеком озлобленным, когда мы становимся и жертвами его злословия или дел злых. Но это всего лишь малая часть зла, который безраздельно царствует в нем самом. Прежде всего, его самого уничижая, лишая радости жизни и лишая упования на вечную жизнь с Богом. Если он и делает добро, то делает в забывчивости и после обнаруживает зло свое. Такой образ приводит наставник богопросвещенный, зная, что некоторые добрые дела злые люди делают как бы по забвению. То есть, отстраняясь от своей подлинной поврежденной природы, от своих страстей и их временное благоделание всего лишь немалетный сон, от которого, пробудившись, они остаются теми, какими есть по существу дело. Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души. В одном этом предложении сколько мудрости. Кто такой злой человек? Тот, кто не радуется чужому благу. Именно это означает словосочетание «завистливые глаза». Кто отвращает лицо? Лицо — это все-таки признак общительности. Лицом мы видим, лицом мы слушаем, лицом мы являем свое человеку расположение. Тот, кто не таков, кто отворачивается от ближнего своего, тот и есть злой. И, наконец, презирает души, чтит тела, но то, что стоит за ними, не видит. Не чтит души, значит, не заботится о просвещении своей собственной души и о просвещении душ ближних своих. Вот три главных признака того, кто может быть назван противоположностью благому Богу, злым. Глаза любостяжательного не насыщаются какой-либо частью, и неправда злого иссушает душу. Все, что мы имеем в жизни, это какая-то часть. Часть богатств земных, часть удовольствий. Но таково свойство страсти, возобладавшее над человеком, что таковой не насыщается никакой частью. Ему хочется всего, и поэтому он всегда несчастен. Злой глаз, завислив даже на хлеб, и в столе своем терпит скудость. Эта скудость воздаяния за жадность. Человек непременно становится мелочным, тогда как бывает ненасытим в своем стяжании. Даже хлеб у другого вызывает его недоброжелательные чувства, а в результате он и сам питается со скорбью, и пища не с благодарением Богу, не с мирным сердцем принимаемая, служит во вред своему обладателю. Сын мой, по состоянию твоему делай добро себе и приношение Господу достойно приноси. Добро себе. Многие пытаются об этом размышлять, как это следовать, исполнять слова Господни возлюбить ближнего, как самого себя. Думает, как же я себя еще недолюбливаю, о чем бы мне еще таком позаботиться для себя, чтобы я вполне был достоин, научившись любить себя как следует, потом и к ближнему обратиться. Истинное добро себе есть следование путями Господними, и тот, кто самого себя закармливает, удобряет различными земными благами, кто посвящает приобретению в свое собственное владение благ земных и сокровищ, тот оказывается, не умеет сделать добро себе, но, порабощая самого себя, веселится как безумный, становясь все более и более зависимым от стихии века сего и от тех страстей, которые, как паразиты, впились в его душу. Приношение Господу достойно приноси. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе, прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку, и давай ему, не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя. Что значит не лишать себя доброго дня? Это значит в твоей власти сделать день добрым, являя добро, или сделать его злым для самого себя, тогда, как зло совьет по твоему попущению гнездо в сердце твое. И часть доброго желания да не пройдет мимо тебя, если ты не можешь весь день исправить достойно, хотя бы малыми дозами, малыми случаями воспользуйся для реализации тех благ, того добра, к которому ты призван. Не другим ли ты оставишь стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию, как делят после умершего единовластного господина оставшиеся наследники имения его. Давай и принимай и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти у тех. Ад неизбежное последствие того, кто при жизни своей не устроит душу свою во блаженстве. Значит, предвкушения этих блаженств вечных должны быть уже в жизни человека тогда, когда он еще в пути к своему исходу. Всякая плоть, как одежда, ветшает, ибо от века определения смертью умрешь. Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови, один умирает, а другой рождается. Наставник поднимает нас как бы над землею и помогает взглянуть на жизнь человечества, как на непрестанную смену родов. Род за родом, как листья за листьями, одни опадают, другие вновь нарождаются на ветвях. Всякая вещь, подверженная тленью, исчезает, и, сделавши ее, умирает с нею. Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому. Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах я. Как же надлежит ее приобретать? Выходи за нею как ловчий и строй засаду на путях ее. С каким вниманием охотник выслеживает добычу, так и ты, подобно мудрой пчеле, подобно охотнику, ожидающему щедрых трофеев, соображай, где тебе почерпнуть мудрость, где приобрести пользу для души своей. Кто преклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее. конечно, удобнее войти в дверь и оказаться полностью принятым в гости каким-нибудь добрым семейством, чем только засматриваться в окно. Но кто стремится сначала на малыми доступными для него способами приблизиться к постижению истины, тот, несомненно, будет принят ею и в двери. кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвоздь и в стенах ее, поставит палатку свою подли нее и будет обитать в жилище благ. Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее. Вот проявление уже великих плодов охоты за премудростью не только ты, но и дети твои будут покоиться под сенью ее. То есть она будет и для них всегдашней защитой. Он прикроется ею от зноя и будет жить в славе ее, что есть зной, как неиспепеляющее все время. Но время будет невластно над теми, кто стал своим в домах премудрости. Продолжение следует...